Светлана занимается вышивкой уже два года. Говорит, пошла в кружок от скуки, а потом хобби затянула. Любимое занятие привело сюда, на фабрику. За полчаса девушка узнала много нового и почти определилась с профессией. Я бы думала на швею пойти, но не знаю, трудно еще. Так бы я хотела бы швею. Так она как востребованная и одежды надо шить много. И думаю, может, на швею и пойду. Экскурсию проводит руководитель предприятия. Девушкам показывают цех за цехом. Например, тут разрабатывают дизайн будущей коллекции. А вот здесь раскраивают заготовки по лекалам. Движения мастера должны быть очень точными. Ножи крайне острые. Девушки заинтересованно наблюдают за процессом. На швейном производстве они впервые. Но я никогда не представляла, что это делается именно так. То есть как приходит пошив, например, каких-то шорт или что-то еще, как прикрепляются пуговицы. Я всю жизнь думала, что это иголка, нитка и вручную пришиваются. Я даже не знала, что есть специальное оборудование, которое это делает. Но мне лично очень понравилось. Рассказовские старшеклассницы в акции «Мой выбор» приняли участие с удовольствием. В этом месяце тамбовским школьникам показали внутреннюю кухню областной думы и уже настоящую на хлебозаводе. У швей работа наглядная. За короткое время девушки увидели, как из куска материи получается готовая майка или брюки. Швей всегда в нашем городе найдет себе работу. И не только швей, а и модельер, и закройщик, и конструктор. Наш город – это как маленький Иваново. Как отмечают на предприятии, на швею надо учиться. Но и зарплата у сотрудников на уровне. Специалисты в цехах получают до 25 тысяч рублей. Единственная проблема – пока молодых кадров не хватает. Сейчас на предприятии трудится около 200 сотрудников. От конструкторов и дизайнеров одежды до швей. Профессии эти кропотливые, востребованные и очень благодарные. Как говорит директор, на предприятии молодежь очень ждут. Сейчас здесь работают целые профессиональные династии. Уже в конце февраля на фабрике создадут новую коллекцию одежды, которую отправят на выставку в столицу. Эти наряды потом разойдутся по всей стране и даже за границу, в Монголию. Полет для творчества молодых специалистов безграничный. Главное – найти себя. Дмитрий Шапкин, Олег Осипов, Александр Кобзарев. Область новостей.